Добрый день дорогие друзья! Из нового выпуска iXBT News Digest вы узнаете о защищенном смартфоне, интересных альтернативах компьютерной мыши, умных часах с небывалым временем работы от аккумулятора, а также об игровой гарнитуре с поддержкой объемного звучания формата 7.1. Компания Sony анонсировала защищенный смартфон XP7. Диагональ его экрана составляет 4 дюйма при разрешении 800 на 480 пикселей. Прикрывает экран стекло Gorilla Glass 2. В качестве платформы используется Snapdragon 400. Объем оперативной памяти равен 1 гигабайту, а флеш-памяти 16 гигабайтам. Новинка оснащена адаптерами Wi-Fi Bluetooth 4.0, громким динамиком, поддерживает сети LTE, а также располагает огромным аккумулятором емкостью 4800 мАч. Что касается уровня защиты, то XP7 способен выдержать падения с высоты до 2 метров, устойчив к высоким и низким температурам, агрессивным веществам и, само собой, к воде и пыли. Смартфон получил основную камеру разрешением 8 Мп и фронтальную разрешением 1 Мп. Стоимость смартфона составляет 580 долларов. Компания SwiftPoint проводит сбор средств на выпуск устройства SwiftPoint GT, которое заменяет традиционную мышь, предлагая дополнительную функциональность. По мнению разработчика, SwiftPoint GT – первое устройство для ввода, в котором удалось объединить естественные жесты, характерные для сенсорного экрана с точностью и удобством компьютерной мыши. Небольшие размеры и удобная форма, по словам разработчика, делают манипулятор SwiftPoint GT подходящим для широкого круга пользователей. К компьютеру он подключается по Bluetooth 4.0 или с помощью собственного приемника с интерфейсом USB. Работает SwiftPoint GT от встроенного аккумулятора. Без подзарядки он обеспечивает 2 недели работы, а на подзарядку от порта USB требуется 1 час. Чтобы получить манипулятор, необходимо внести на счет проекта 93 доллара на сайте Kickstarter. Одновременно на другом сайте коллективного финансирования Indiegogo собираются средства на выпуск другой альтернативы компьютерной мыши под названием Flow. Миниатюрный контроллер Flow призван заменить мышь, объединив в себе функции точного тактильного управления, сенсорного ввода и распознавания жестов. Внешне он представляет собой шайбу диаметром 70 миллиметров. К компьютеру или мобильному устройству Flow подключается по Bluetooth 4.1. Без замены источника питания контроллер сможет работать не менее 4 месяцев. Металлический ободок Flow вращается, верхняя часть играет роль емкостного тачпада и кнопки, а внутри находится датчик, обеспечивающий управление жестами. Контроллер можно запрограммировать на выполнение именно тех функций, которые чаще всего нужны пользователю. По словам разработчика, список поддерживаемых приложений уже превышает три десятка, включая Photoshop, SoundCloud и YouTube. Заполучить устройство можно примерно за 100 долларов. Поставки должны начаться в июне 2015 года. На сайте IndieGoGo идет сбор средств на выпуск умных часов Niva, внешне очень похожих на обычные часы. Умная функциональность заключается в способности отслеживать физическую активность пользователя и уведомлять его о телефонных звонках и текстовых сообщениях, напоминать о намеченных событиях. Часы рассчитаны на использование в паре с мобильным устройством, работающим под управлением iOS или Android. Светодиодный индикатор в часах позволит следить за прогрессом в достижении целей физической активности. Напоминания, уведомления о сообщениях и звонках подаются с помощью вибрации. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а зеферблат прикрыт сапфировым кристаллом. Часы водонепроницаемые. Очень важным достоинством устройства является колоссальный по сравнению с другими умными часами срок автономной работы. Niva работает от двух батареек, которые обычно используются в часах. Первая обеспечивает работу часового механизма в течение пяти лет. Вторая питает умную электронику и нуждается в замене не чаще, чем раз в полгода. Сейчас право обладать Niva обойдется минимум в 200 долларов. Отгрузку готовых устройств производитель рассчитывает начать в марте 2015 года. Семейство игровой периферии и комплектующих Asus Strix пополнилась гарнитурой Strix 7.1. Она наследует броский дизайн от гарнитуры Strix Pro, а внешний блок от Strix DSP. Но при этом имеет полностью переработанную акустическую конструкцию с поддержкой объемного звучания формата 7.1. Вместо одного крупного динамика диаметром 60 мм в каждой чашечке новой гарнитуры смонтированы сразу пять динамиков меньшего размера. Фронтальный и низкочастотный диаметром 40 мм, тыловой и боковой диаметром 20 мм и 30-мм центральный динамик. Амбушюры мягкие, с эффектом памяти. Чашечки складываются для транспортировки. Внешний блок включает в себя ЦАП и усилитель для наушников. Имеет функцию активного шумоподавления и звуковые профили для игр разных жанров. На внешнем блоке можно переключать режимы работы, встроенные в гарнитуру подсветки. Это были самые интересные новости прошедшей недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал.